«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Дубынин Вячеслав Альбертович, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского государственного университета. Окончил биофак МГУ в 1978 году. Окончив аспирантуру «Альма-Матер», в 1987 году защитил диссертацию в области электроэнцефалографии человека. Докторская диссертация Вячеслава Дубынина была посвящена влиянию на нервную систему экспериментальных животных, опиоидоподобных фрагментов казинов молока. В том числе их воздействие на тревожность, способность к обучению, материнские и детские отношения. В этой работе были разработаны экспериментальные модели материнской депрессии и расстройств аутистического спектра. Профессор Дубынин – автор более ста научных статей, двух научных монографий, учебников и учебных пособий для средней и высшей школы. Вячеслав Альбертович – активный популяризатор нейробиологии. Вячеслав Дубынин в студии «Медицины в контексте», чему мы очень рады. Здравствуйте, Вячеслав Альбертович. Добрый день. Весь последний год и даже большее внимание мира было приковано к новому для человека вирусу, который представляется всепроникающим. Это внимание пока, увы, не ослабевает. Но о нем стараются узнать как можно больше ученые разных специальностей. Особый интерес вызывает влияние новой коронавирусной инфекции, которая вызывает заболевание кориа-19, на центральную нервную систему. То, что неврологические симптомы, ассоциированные с этим заболеванием, есть, это факт. Но каков механизм, который обеспечивает эту связь, когда вирус попадает в организм и нарушаются неврологические функции, функции центральной нервной системы, вот эти механизмы пока не выяснены. Здесь больше, наверное, вопросов, чем ответов. В начале июля фурнал «Нэйча» опубликовал такую обзорную статью, где обозреватель несколько привел ссылок на несколько работ. Они пока еще не прошли рецензирование. Они размещены на серверах припринтов, медархив и биоархив. И вот по прочтению этих публикаций создается впечатление, что атака вируса на головной мозг, в частности, она разносторонняя. Одни авторы, это, кстати, авторы Ельского университета, они считают, что действие может быть непосредственным. На определенные типы клеток воздействует вирус, и это вызывает какое-то нарушение, следствием которого является плохое кровоснабжение всех тканей головного мозга. Другие авторы считают, что нет, оно опосредовано иммунной системой. Вирус запускает, инициирует синтез каких-то молекул, связанных с иммунной системой, иммунная система уже атакует клетки мозга, повреждает их. Может быть, и одно, и другое, еще и третье, и десятое, никто этого не знает пока что, интенсивно ведутся исследования. Но я хочу сейчас подчеркнуть, и вы, наверное, со мной согласитесь, что это не единственный вирус, который оказывает сильное влияние на центральную нервную систему, человечеству, ученым известны, и другие мозги вирусы. Тема сегодняшней вашей лекции, пожалуйста, Станислав Аберч. Спасибо, Марина. Я несколько слов скажу, почему я, физиолог мозга, выступаю на эти темы. Но поскольку я занимаюсь нервной системой уже почти 40 лет, то за это время, конечно, были в том числе и научные исследования, посвященные нейроиммунному взаимодействию, нейровоспалению, и иммунная система — моя вторая любовь. А наш заведующий кафедрой, академик Игорь Петрович Ашмарин, в свое время очень приохотил меня именно к иммунной системе, еще и как преподавателя, потому что все-таки современный рассказ о функциях организма — это рассказ во многом через неры иммуно-эндокринное взаимодействие. И поэтому говорить особенно о каких-то медленных процессах, связанных с инфекциями, с воспалением, без учета влияния цитокинов на мозг или без рассказа о реакции каких-нибудь гриальных клеток, как-то уже... Уже не получится, просто не получится. Не 21 век, да. Поэтому, собственно, я уже более 15 лет читаю у нас на кафедре курс физиологии иммунитета, ну а последние полтора года этот курс очень сильно сдвинулся в сторону как раз взаимодействия вирусов и мозга. По естественным причинам тоже. Да, это стало актуальным. Но это вызов времени, да. И, собственно, получается, что, конечно, важно сравнить коронавирус с другими нейротропными вирусами. То есть есть такой термин — вирусы, которые активно взаимодействуют с мозгом. Ну и как бы первая картина, она, конечно, такая, что есть вирусы гораздо пострашнее коронавируса, которые действительно специфически настроены на повреждение нервных клеток. Самый такой серьезный — это вирус бешенства, который, ежели уж попал, то без лечения вызывает стопроцентную смертность. Ну и кроме того, скажем, полиомиелит, герпесы, энцефалиты, ну, в общем, хватает всего. Вот как коронавирус выглядит на их хоне, мы об этом сегодня мы пытаемся поговорить. Ну и, собственно, первый слайд, он такой вводный. Я его показываю в самом начале этого курса. Посмотрите, наше тело, крепость, которая все время осаждаются всякой пакостью, и на стенах крепости защитники клетки иммунной системы, и всякие ядра летят, и кипяток льется, то есть это то, что называем гуморальной составляющей. Ну и вирусы — это важнейший, конечно, компонент атаки нашего организма. И со времен Дмитрия Ивановского и Мартина Беринга с вирусами работают и как с патологическими агентами, то есть медицина, ну и вообще как с компонентом всех экосистем нашей планеты. Потому что, судя по всему, на каждый ядерный, клеточный организм приходится десяток вирусов и огромное количество их. Ну и, собственно, что такое вирус, я думаю, наши слушатели прекрасно знают, но самые важные акценты я хочу сделать. То есть внутри, конечно, нуклеиновая кислота, ДНК или РНК, и поэтому разделяют на ДНК-вирусы и РНК-вирусы. Эта нуклеиновая кислота соединена с белками, так называемого нуклеокапсида, это аналог гистонов, который, собственно, у клеточных существ. Дальше мы видим белковую оболочку капсид. Порой есть еще мембрана. Вот про это как-то не все понимают, что вокруг вирусов часто есть мембрана. Откуда она берется, ее вирус крадет у хозяйской клетки, от которой отделяется, так или иначе. Ну и дальше, если есть мембрана, то на этой мембране, вот как вы видите, в правом нижнем углу присутствуют белки, которые нужны для присоединения к клетке. И очень часто вирус внутри себя еще несет специфические вирусные белки, которые позволяют ему прямо сразу, попав в клетку, запускать свой жизненный цикл. Ну скажем, ВИЧ, который показан действительно на картинке, несет с собой обратную транскриптазу, интегразу, вот, то есть, чтобы сразу приступать к разным жизненным. Все свое оборудование, да. Да, иногда, иногда этих белков десятки, ну например, у той же оспы. Ну как правило, ДНК-вирусы, они существенно крупнее, чем РНК, несут больше генов, вот, а РНК-вирусы, так, средняя цифра, ну где-то всего десяток генов. И когда начинаешь со всем этим серьезно знакомиться, то, конечно, это потрясает, как десяток белковых молекул способны подчинить огромный, сложный организм, ну, а в случае там коронавируса, да, все человечество, все весь мир. Это лишний раз говорит о том, насколько эволюция ищет тонкие пути, специфические, и как серьезно нужно относиться к любому, даже самому маленькому компоненту функционирования нашего организма. Ну, вот здесь показан жизненный цикл вируса, на примере, как раз, COVID-19, и, соответственно, вирус сначала должен проникнуть в организм, то есть, ну, например, мы его должны вдохнуть, да, или съесть, дальше он должен достичь клеток мишени, дойти до клетки мишени, ведь вирусы, они видоспецифичные, как правило, тканеспецифичные, то есть, вирус садится на некую белковую молекулу, которая метит, ну, например, там, клетку дыхательных путей, или клетку кишечника, или характерно, например, для нервной клетки. Ну, в случае COVID-19, это, как известно, АСИ-2, ангиотензин, конвертирующий фермент второго типа, который характерен для альвеолярных клеток. Сил дальше проникает, варианты проникновения различные, либо целиком вирусная частица уходит, либо только нуклеиновая кислота, и дальше он запускает синтез собственных белков, и какие-то варианты копирования собственной нуклеиновой кислоты. не всегда вся частица даже через них проникает, может быть, только РНК, да? Да, да, то есть, бывают варианты, когда буквально впрыскиваются, а вирус остается, оболочка остается снаружи, это, кстати, для иммунной этой системы легче, потому что видна тогда метка, то есть, вирус как бы оставил свой посадочный аппарат на поверхности клетки. Ну вот, и, соответственно, дальше вирус запускает с одной стороны копирование своей нуклеиновой кислоты, с другой стороны синтез вирусных белков, потом собирается вирусная частица, причем собирается либо на эндоплазматической сети, и потом, ну вот так же, как в случае ковида, идет экзоцитоз, вот все вирусные частицы наружу, либо собирается на наружной мембране, и тогда, соответственно, вирус буквально вырывает кусок наружной мембраны, делая большую дыру в клетке, и вероятность гибели клетки в этом случае гораздо выше. Ну и дальше, собственно, заражение следующих клеток. И идет постоянно коэволюция вируса и, собственно, хозяина. То есть, несмотря на то, что вроде вирус пока вне клетки неживое существо, но когда он в клетке, он эволюционирует, на него действуют те законы, которые там еще Дарвин описал. Идет постоянная конкуренция иммунной системы и свойств вируса. И опасным вирус становится зачастую только тогда, когда эффективно подавляет иммунную систему. То есть, как правило, если вирус представляет опасность для здоровья, ну, например, человечества, то в нем есть чего-то, что мешает, скажем, системе интерферона, или, например, затыкает ядерные поры, и клетка вообще перестает управлять всеми цитоплазматическими процессами. Или вирус, например, очень быстро мутирует, или он мимикрирует под какие-то белки хозяина. Или, например, как Эбола, там вирус заставляет буквально отстреливать клетку антигены, и эти антигены ловят антитела, и иммунная система не успевает. В общем, каждый по-настоящему опасный вирус, у него есть один или несколько пунктов, по которым он эффективно противодействует иммунной системе. Почему-то он представляет особую опасность. Если у него нет этих пунктов, так он и не опасен. Один из этих опасных пунктов это нейротропность вируса. Все-таки наши нервные клетки это может быть самое важное наше достояние. Наш интеллект и наше я-личность на всем этом инсталлированы. Поэтому, конечно, мы очень трепетно относимся к нашей нервной системе, и вирусы, которые специфически поражают нервные клетки, это, конечно, чудовищно опасно. Самый яркий пример это, конечно, вирус бешенства. По-настоящему нейротропный вирус, который ориентирован на то, чтобы садиться на нервные клетки. собственно, про бешенство все, конечно, знают. Слава Богу, уже мы вроде справились с этой проблемой, и все, что нужно, мы знаем. Хотя, тонкие механизмы все равно, конечно, еще не изучены и не всегда понятны. Но вот сама эпидемиология и чего делать, а, собственно, вводить антитела и вакцинироваться, если вдруг случился укус, это все знают. Ну, как известно, переносчиками и резервуарами этого вируса являются самые разные животные, прежде всего, хищные, вот лисы основной резервуар. Ну, и, собственно, ежели человека кусает, скажем, лиса или там собака, или даже порой, видите, летучие мыши могут переносить этот вирус, то вирус очень медленно движется от места укуса по нервным клеткам вверх, сначала в спинной мозг, потом в головной мозг, вот, и, ежели не предпринимать никаких мер, то стопроцентная смертность. На самом деле, представьте себе, как это все было там в 17-18 веке, вас укусила эта бешеная собака, и все, все, вы обречены. Вот, поэтому, собственно, все эти истории о зомби, да, вот, судя по всему, все это зомби-апокалипсис, он, он, он про бешенство, потому что до появления вакцины, которую придумал Пастер, вообще непонятно было, что с этим делать. Вот он, этот самый вирус, он относительно небольшой, даже не 10 генов, а всего 5 генов, представляете, 5 генов, минус РНК-вирус, поэтому он несет с тобой РНК-полимеразу, чтобы себя скопировать в цитоплазме, и получилось плюс РНК, и можно было бы уже запускать синтез вирусных белков, ну, и вот, собственно, его жизненный цикл. Я думаю, что мы довольно быстро будем эти слайды пролистывать, потому что наши слушатели, если что, всегда могут нажать на паузу, на паузу, и посмотреть. Все-таки, во многом это учебный материал. Вот вы видите, вирус целиком уходит в, соответственно, клетку, дальше сам себя копирует, и сборка, обратите внимание, как раз на клеточной мембране. Вот там, где стоят цифры 12-13, это вот он прямо вот вырывает кусок клеточной мембраны. Но при этом, кстати, нервные клетки не гибнут, и вирус, по сути, за счет вот этого отпочкования, может дальше перескочить на следующую нервную клетку, на следующую, не спеша, так сказать, но зато, к сожалению, очень надежно, если не лечить. Когда стали выяснять, а что, собственно, затрагивает на нервных клетках вирус, то есть на какие молекулы он садится, вначале исследователям бросились в глаза никотиновые рецепторы. Никотиновые рецепторы от стилхолина, вот, и, собственно, эти самые никотиновые рецепторы, они характерны и для мышечных клеток, и для нервных клеток, и, как бы, первое такое представление, гипотеза, это посадка на никотиновые рецепторы, и потом, вот еще раз, видите, показан, да, целиком вирус уходит внутрь. Но, такие более основательные исследования показывают, что, видимо, все-таки основной механизм захвата вируса бешенства, он связан с рецепторами к нейротрофинам. А нейротрофины это важнейшие молекулы, которые обеспечивают функционирование и само выживание нервных клеток, то есть это, собственно, группа факторов роста нервов. То есть молекулы, которые, ну, например, выделяются мышцами, захватываются дальше аксоном мотонейрона, переносятся к ядру мотонейрона и говорят мотонейрону, ты нужен, да, работает дальше. То есть нервные клетки, помимо классического выделения нейромедиаторов, обязательно еще обмениваются нейротрофинами и нейротрофины выделяют периферические ткани, к которым подходят, скажем, вегетативные аксоны или там аксоны этих самых мотонейронов. Один из самых известных нейротрофинов это ПДНФ, брендерайвит нейротрофик фактор, к нему есть рецептор П75NTR, нейротрофиновый рецептор, и вот, судя по всему, эта молекула, это главная мишень для посадки вируса бешенства. И вы видите в правом верхнем углу, как вирус садится, дальше захватывается целиком, и вот тот пузырек мембранный, который получился, он по аксону нерва транспортируется, транспортируется дальше к телу нейрона. То есть, представляете, да, укус где-нибудь в ноге, аксоны, это значит поясничные отделы спинного мозга, значит, больше метра, вот не спеша, в течение нескольких, порой недель, судя по всему, идет вот этот транспорт, дальше вирус производится уже в теле нейрона, потому что рибосомы-то все там, дальше из тела выделяются, и уже переходит на клетки сначала спинного мозга, а потом выше, 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 и вот все это распространяется на головной мозг, в итоге возникает серьезное нейровоспаление, и мозг начинает функционировать все хуже, хуже, особенно чувствительными оказываются стволовые структуры, вроде там, гипоталамуса, миндалины, очень серьезно реагирует мужичок, очень серьезно реагирует гиппокамп, давным-давно было показано, что в этот момент уже в клетках регистрируются так называемые тельца бабиши негри, которые потом были идентифицированы как скопление просто вирусов, скопление этого вируса бешенства, и вот это воспаление, оно меняет поведение и животного зараженного, и человека, и вначале часто возникают всякие там световодобоязни, а потом наоборот агрессия, к этому моменту вирус распространяется уже из центра на периферию, например, попадают слюнные железы, и уже становится опасен этого человека, и человек, вряд ли, конечно, вы позволите ему себя искусать, но с точки зрения какой-нибудь собаки, лисы, представляете, вирус, пять молекул, он добирается до мозга, меняет поведение на агрессивно-патологическое, и при этом оказывается в слюнных железах, чтобы заражать дальше, то есть чудовищная специфичность, единственное, что, конечно, спасает, это то, что это медленно, и есть время для того, если ты сделал прививку, все это все-таки можно заблокировать? Да, то есть нужно, соответственно, вводить, вот вы видите, например, вот такие вакцины, но здесь показана вакцина для, собственно, домашних животных, то же самое, аналогичные вещи для человека, то есть идет вакцинация, идет введение антител, и, соответственно, можно все это сдержать. Вот плакаты, соответственно, посвященные Том Кихот. Да, да, прежде всего, конечно, Луи Пастеру, который, собственно, сумел придумать, как все это делать, и в очередной раз прославился, да, то есть, как известно, он создал виноделие в Франции, он придумал, как сохранять молоко, и он создал целый ряд вакцин, в том числе вакцину против бешенства, и как он ее создал, а работали с кроликами, и нашли способ перевивать вирус от кролика к кролику за счет, собственно, ткани мозга. Кролик погибает от бешенства, ткани мозга берутся, вводятся под череп здоровому кролику, кролик заболевает бешенством, надеялись, что вирус ослабеет, и можно будет сделать вакцину, он не слабел. Тогда догадались Пастер, его ученики, что надо взять кусочек мозга кролика, высушить в стерильной колбе, и действительно с каждым днем высушивания свойства вируса патологически, они слабели, и в какой-то момент этот кусочек мозга из инфекционного агента превратился в вакцину, то есть его введение к кролику тормозило, останавливало уже настоящее заболевание. И вот эти-то кусочки мозга в 1885 году Пастер стал использовать для вакцинации. Представляете, сейчас мы там, вот испытания, двойные слепые, а тогда вот они кусочки мозга, люди, я готов вас спасти. И к Пастеру со всей Европы стали ввести больных, и в том числе даже из России была программа правительства посылать укушенных. Но посмотрите, 1886 год, всего через год Николай Федорович Гамалея, научившись у Пастера, открыл первую прививочную станцию в Одессе. Это тот самый Гамалея, соответственно, о котором теперь все знают. О котором, да, названы институты. Просто все, все россияне знают. Вот, сейчас, соответственно, если вдруг собака или что-то такое вас укусило, то, соответственно, вводятся сыворотки, есть 6 инъекций в нужном, так сказать, режиме, и, собственно, все это проводится, и главное лечиться, и тогда инфекция будет остановлена. Но в нашем варианте важно, что это вот такой специфический нейротропный вирус, который, соответственно, присоединяется именно к рецептору нейротрофинов, и он опасен для нервных клеток. Второй пример вируса, который, как известно, очень серьезно повреждает мозг, это полиомиелит. Но в этом варианте мы уже не видим такого специфического присоединения, и полиомиелит известен прежде всего как такая фекально-оральная инфекция, то есть, которая поражает желудочно-кишечный тракт, и только в небольшом проценте случаев в итоге формирует поражение мотонейронов. Но этот небольшой процент случаев он все равно приводит к тяжелейшей пожизненной инвалидизации, в основном повреждаются мотонейроны ног, и, конечно, борьба с полиомиелитом это такая отдельная международная программа, и также, как в случае бешенства, успехи очень велики, сейчас в мире остались очаги только в Афганистане, Индии, Нигерии, Пакистане, все остальное под контролем, естественно, там идет вакцинация, и все про эту вакцинацию знают, потому что риск слишком велик получить ребенка-инвалида на всю жизнь. 50-60-е это еще наше поколение, это же помнит страх этот. Конечно, тем более, что действительно дети гораздо менее устойчивы, а взрослые редко у них доходят заболевания до вот такой патологической формы. Полиовирус, он РНК-вирус, но плюс РНК, то есть он способен прям сразу размножаться, и в принципе он действительно очень быстро размножается. То есть он как раз за счет очень быстрого размножения во многом так опасен, то есть бешенство медленно прогрессирует, а здесь все очень быстро, и иммунная система зачастую не успевает. Ну и вы видите, что это безоболочечный вирус, то есть у него нету мембранной оболочки и прямо белковый капсид на поверхности. Ну, кому интересно, вы можете десяток белков изучить, то есть, как правило, здесь все равно, раз это РНК-вирус, он тащит с собой РНК-полимеразу, потому что в наших клетках нет фермента, который бы на основе РНК создавал РНК. Поэтому все эти РНК-зависимые РНК-полимеразы, они вирусные, и именно они часто являются мишенью противовирусных препаратов. В случае ВИЧ, в случае гепатита С, на них именно всегда целились, на них пытаются целиться в случае гриппа. Очень надеялись, что как раз блокаторы РНК-зависимые РНК-полимеразы помогут в случае коронавируса, но не помогли, потому что это для других вирусов, для ВИЧ, для гепатита С, а у коронавируса это другой фермент. На что садится вирус полиомиелита? Его главная мишень CD-155, белок семейства иммуноглобулинов. И он вообще связан с взаимодействием клетки с межклеточным матриксом. Поэтому на самом деле этот CD-155 очень широко распространен. И инфекция идет прежде всего кишечная, но поскольку этот самый CD-155 есть и на нервных клетках, в том числе на аксонах, небольшой шанс, что пойдет заражение мотонейронов, он существует. Ну и соответственно вот именно этот шанс и приводит к инвалидизации порой полпроцента серьезно заболевших, но во всяком случае посмотрите, здесь показано, как заражается мотонейрон, и при этом этот мотонейрон гибнет. То есть в случае бешенства клетки остаются живы, и меняется системная работа моста. А здесь грубо убиваются мотонейроны, и соответственно дальше проблема с прежде всего ногами. И конечно действительно это была серьезнейшая история, и вот график, который по Соединенным Штатам в свое время был построен, значит, сколько тяжело болевших было, скажем, в 50-е годы. 40 тысяч. Но если брать СССР, то цифру надо в два раза снижать, просто по численности населения. Соответственно 40 тысяч серьезно болевших, у остальных эта инфекция может протекать почти бессимптомно. И дальше 25 процентов инвалидизации и 10 процентов смертности. И понятно, что разработка вакцины была жутко актуальной, ну и разработка эта связана с именем прежде всего Альберта Сейбина, и отдельный совершенно вклад в этот процесс внес Франклин, Деваной Розвиндт. Ну как жертва собственно. То есть понимаете, вот как раз редкая история, когда взрослый человек заболев сел на инвалидную коляску. То есть до 40 лет это был успешный политик, спортсмен, такой плейбой. И вдруг вот это вот. И это заболевание и дальше инвалидизация полностью изменили его политическую судьбу, а в каком-то смысле и судьбу там не знаю Соединенных Штатов, а может даже и судьбу мира, потому что фигура совершенно такого масштаба, потому что он дальше изменил свою политическую акценты, ну например, на сторону борьбы с тем же полиомиелитом. И основал собственно фонд по разработке вакцины. И во многом благодаря финансовой поддержке, которая значит случилась, эти вакцины были разработаны. И вот эта история про то, что американцев призвали хотя бы по 10 центов каждого сброситься на производство вакцины, она совершенно потрясающая. То есть вот это вот единение народа, единая цель, это конечно очень впечатляет. Ну и в итоге на данный момент конечно благодаря вакцинации с полиомиелитом мир справляется, но он все равно присутствует где-то там в этих очагах, поэтому вакцинация должна сохраняться. Гораздо более близкая для всех история, эта история связанная с соответственно клещевым энцефалитом, ну и в свое время вот скажем год с небольшим назад, когда пошел локдаун, и сказали ну ладно так и быть в лесу-то гуляйте, эпидемиологи стали говорить так, сейчас все заболеют клещевым энцефалитом, вообще что такое происходит. Вот вы видите регионы нашей страны, где регистрируется клещевой энцефалит, ну Москва в зеленой зоне, где собственно клещи к сожалению переносит не только клещевой энцефалит, там и боррелиоз и много всего, поэтому ежели вас укусил клещ, то сдавать-то на анализ его все равно надо. Но вот именно клещевой энцефалит, энцефалит, то есть когда дотянется до мозга, он конечно видите больше характерен вот для какой-нибудь там Пермской области, там Новосибирска или там какой-нибудь Бурятии и так далее, и так далее. То есть таких таежных достаточно массивов, но совсем северные зоны здесь вы видите тоже в общем зеленая, то есть как бы вирус клещи толком не размножается. Если вас укусили в какой-то такой опасной зоне, то шанс, что клещ заражен составляет около 5%, шанс, что вы заболеете после укуса клеща еще 5%, то есть получается 1,20 на 1,20 1,4, ну и соответственно в итоге из полумиллиона примерно укушенных, то есть количество тестов клещей, заболевает энцефалитом у нас ранее около 2000 и летальность составляет 1%, она невелика конечно, но все равно это значимо и важно осознавать как это работает, а когда-то это было прям совсем значимо, когда не было собственно вакцинации и вот таких вот превентивных мер. Значит, как известно клещи они соответственно берут свои вирусы от других обитателей леса, ну и прежде всего опять же копытные, но это могут быть и вы видите грызуны и даже птицы, вот в этом смысле к сожалению вирусы клещевого энцефалита они не очень разборчивы, но моя специальность когда я учился в МГУ зоолог-паразитолог, поэтому я еще так сказать с 80-х годов знаком с этой системой, это отдельная совершенно проблема и собственно заражение опять же этим вирусом оно идет системно и в некоторых случаях пробивает гематоэнцефалический барьер, вот в правом верхнем углу вы видите прям такую стену под названием blood-brain барьер, который все-таки порой пробивает вирус во многом благодаря системному воспалению ну и тогда собственно случается проблема вот он сам вирус тоже 10 белков плюс РНК-вирус достаточно быстро разотнаживающийся он относится к семейству флави-вирусов так называемых ну собственно все эти классификации они связаны с генетическими особенностями с эволюцией каждого вируса то есть построены так же как построены эволюционные деревья там не знаю позвоночных или ракообразных точно так же строятся эволюционные деревья вирусов ну и вот жизненный цикл одного из флави-вирусов вируса лихорадки ДНГ который гораздо опаснее и гораздо активнее в общем-то в мире изучается ну и вы видите что значит в левом углу опять же захват целиком вируса и дальше как и РНК-вирус он собственно копирует свою нуклеиновую кислоту создает вирусные белки и в конце концов собирается на каналах эндоплазматической сети и выходит наружу без повреждения наружной оболочки на что реагируют флави-вирусы если это лихорадка ДНГ то это например лектины достаточно распространенные мембранные компоненты которые собственно работают в составе иммунной системы а в случае клещевого энцефалита это так называемый гепарансульфат вот вы видите его молекулу справа в серединке и это полисахарид гликокаликса который характерен для множества клеток множества клеток то есть на самом деле вот что получается когда мы говорим про нейротропный вирус в тяжелом случае это вирус который прям вот ориентирован на нервные клетки и здесь как раз вирус бешенства наиболее показателен но ведь на нервных клетках есть не только какие-то специфические молекулярные метки белки а есть куча неспецифических распространенных во всех тканях и тогда вирус будет поражать все ткани и заодно еще мозг вот как раз клещевой энцефалит из этой категории то есть он работает по гепарансульфату то есть у него много точек входа как бы вот если перевести во все ткани во все клетки во все клетки и в том числе в нервные но при этом поскольку существует гематоэнцефалический барьер то есть специальная такая клеточная защита мозга то есть все сосуды которые значит в мозге они обернуты отростками астроцитов вспомогательных глиальных клеток обычно это все сдерживается но иногда все-таки происходит прорыв в основном на фоне какого-то избыточного воспаления если это избыточное воспаление уже прям совсем катастрофическое мы называем его цитокиновым штормом то есть цитокиновый шторм это не термин который появился в отношении коронавируса это реакция организма да это вот такая избыточная реакция когда выделяется очень много цитокинов а термин цитокина он обозначает те регуляторные молекулы с помощью которых общаются клетки иммунной системы друг с другом вот такой вот он этот самый гепаронсульфат ну и собственно тут идет описание того а что происходит дальше с нервной системой то есть идет воспаление отеки и конечно клещевой энцефалит это серьезно но действительно вот наш клещевой энцефалит это еще не самый страшный потому что да есть например вирусный клещевой энцефалит и вот для него это как раз показано что он способен присоединяться специфично к дофаминовым Д2 рецепторам то есть у него вот эта нейротропность это уже чисто нейротропность да это конечно гораздо все серьезнее вот ну соответственно вот вы видите здесь ссылку на статью 2017 года которая собственно про это ну и опять же если смотреть на историю изучения этой проблемы то здесь Лев Александрович Зильбер и Михаил Петрович Чумаков люди которые смогли все это организовать исследование потом разработка вакцины потом саму вакцинацию и оба эти человека они с совершенно потрясающей судьбой и собственно я рекомендую всем слушателям познакомиться очень все было непросто Зильбер многократно попадал под репрессии у Чумаков во время исследования энцефалита сам заразился заразился и всю жизнь страдал хроническим вариантом энцефалита вот и тем не менее да совершил столько всего организовал прекрасный институт великие люди вообще который опять же сейчас создал одну из вакцин против коронавируса да это вот и это два человека с замечательными детьми не могу не сказать да я просто знала вот и Льва Львовича и Федора Львовича и дети у Михаила Петровича замечательные все специалисты да вот как бы семейство флавивирусов и вот эта вот зона сверху сине-фиолетово-голубая это вот наш более-менее знакомый нам клещевой энцефалит тоже с подвариантами ну и дальше вы видите и японский и лихорадку дэнги то есть на самом деле вот эта опасность она остается очень серьезной и собственно любой кто едет там в теплые страны особенно в Индию, Африку должен это все осознавать герпес-вирусы они оказываются тоже серьезным нейротропным фактором и вот это как раз то что может коснуться каждого потому что каждого на всю жизнь как я понимаю инфицированы ну почти все тем или иным вариантом герпеса либо первого-второго то что называется простой герпес который значит на губах и который генитальный сюда же относится ветряная оспа которую как-то не очень даже осознают как герпес а это тоже герпес-вирус третьего типа и сюда же Эпштейн-бар и цитомигаловирус и кое-какие еще дополнительные вирусы значит это ДНК вирусы вот отличие от предыдущих историй это история связанная с тем что вирус несет тезоксирибонуклеиновую кислоту ДНК вирусы как правило более крупные и у них генов больше не десяток а там у кого-то 30 у кого-то 50 а у кого-то как у оспы под сотню вот и соответственно они гораздо более тонко взаимодействуют с клетками организма то есть вот эта сонастройка она достигает каких-то иногда высочайших уровней и в итоге ДНК вирусы они способны хронически существовать в клетках создавать вот эту постоянную инфекцию без даже внедрения в ядерную ДНК ну нам известен ВИЧ который внедряется в ядерную ДНК и как бы оттуда его вообще не выковыришь а здесь эти соответственно ДНК молекулы вирусов просто существуют в ядре без интеграции но они существуют и они умеют как бы так в кавычках договориться с клеткой что типа я тебя не трогаю ты меня не трогаешь вот и что получается вот вирусу видимо с точки зрения всех этих эволюционных процессов важно действительно найти такой вариант когда вот он постоянно сидит в организме но тогда какая клетка нужна а клетка которая опять же не погибнет и будет жить долго-долго и в этом смысле нейроны оказываются очень привлекательным как бы местом обитания и сохранения вирусных частиц почти не обновляются практически да то есть если вы заразили нейрон и дальше вы из него можете потихонечку выделяться и при этом не трогать нейрон то есть не сжигать дом в котором вы живете это прекрасная стратегия и часть герпес вирусов как раз ориентированной на именно заражение нервных клеток это вот простой герпес и ветряная успа а часть на заражение лимфоцитов которые тоже пожизненные ведь лимфоциты то они в отличие от фагоцитов они же живут и живут поэтому это тоже оказывается очень привлекательно ну и здесь например вот Эпштейн-Барц и Тенегалагер вот все это очень такая опасная история ну и действительно это не просто пузырьки на губах или вот эта веселая ветрянка а пожизненное инфицирование нервных клеток которая дальше способна во-первых периодически себя проявлять и чуть слабеет иммунная система и вот это постоянное выделение вирусов из места их обитания уже превращается в инфицирование всех окружающих тканей вот и во-вторых это может тянуть за собой нейровоспаление а это уже самые разные риски вплоть до болезни Альцгеймера нейродегенерации поэтому на герпес вирусы начинают смотреть все более и более серьезно и история например с той же самой вакцинацией против ветрянки и как бы не нужно болеть и герпесы и если у вас на губах герпес надо с этим серьезно разбираться и не давать ему часто вылезать потому что это множество дополнительных рисков вот это начинает осознаваться потому что конечно в физиологии мозга проблема нейродегенерации она одна из самых центральных и вот такие дополнительные патогенетические факторы очень важно о них знать и соответственно им противодействовать ну здесь собственно показано как все это бывает то есть вначале идет инфекция эпителиальных тканей как правило потом это все перебрасывается на отростки нейронов и дальше вирус пожизненно может существовать ну вот в случае скажем простого герпеса который вот эти пузырьки на губах в телах нервных клеток и в простом варианте это те нервные клетки которые обеспечивают нашу кожную чувствительность это называется спинномозговые ганглии но в каких-то случаях вирус может распространяться и дальше вплоть до заселения всей нервной системы ведет он себя очень как бы робко и тихо но тем не менее при слабеющей иммунной системе может формировать вот эти самые истории связанные с нервоспалением вот показано частицы герпеса ну если ваш глаз еще не привык вы конечно видите что то они все очень похожи эти вирусы но на самом деле здесь посмотрите вот внутренний зеленый шарик это собственно белковый капсид вокруг это уже мембрана и в мембране куча белков и на собственно этой мембране как раз много белков которые нужны для присоединения к клетке хозяина к мишени да то есть они как раз чувствительные ну и собственно сейчас когда про коронавирус говорят все время говорят о спайковых белках ну да да это вот такие же белки которые сидят на мембране и реагируют на соответственно ангиотензин превращающий фермент около 40 различных белковых молекул несет с собой этот вирус около 80 генов то есть это 40 мишеней как минимум да да и 80 генов и на самом деле часто мы не все про эти белки знаем даже те вирусы которые изучаются очень интенсивно ну наверное самое интенсивное это ВИЧ да все равно вот в его этих самых белковых молекулах то и дело находят какие-нибудь новые фрагменты которые опять-таки мешают иммунной системе да или там например как-то меняют обмен клетки или в нужный момент ускоряют реплицирование вируса или еще что-то то есть когда внутри белка зашито еще куча регуляторных фрагментов это конечно очень такая коварная коварная история но я вот как физиолог когда смотрю на эту ситуацию я понимаю что на самом деле та же самая история касается ну например наших собственных белков и вы берете какой-нибудь гемоглобин и обнаруживаете в нем фрагменты которые влияют на функционирование органов и тканей например при травме да то есть как раз гемоглобином эта история хорошо известна то есть гемоглобин вроде переносит кислород но когда он вместе травмой начинает резаться вдруг появляются фрагменты которые ускоряют репарацию регенерацию да обладают каким-то другим позитивным действием то есть на самом деле использование белка на первый взгляд структурного или транспортного для того чтобы вшить в него регуляторные фрагменты это общий эволюционный принцип это жутко интересно про это опять же Игорь Петрович Ашмарин очень много говорил рассуждая о том а как обычные белки раскалываются и превращаются в регуляторный каскад а вирусы в этом смысле показывают да это возможно даже на уровне эволюции вот таких по сути молекулярных комочков вот собственно обычная история которую даже школьникам пора рассказываешь то есть сначала посмотрите в левом углу первичная инфекция то есть заражаются эпителиальные клетки ну скажем вы с кем-то слишком страстно поцеловались и как бы вот дальше вирус попадает в отростки сенсорного нейрона и возможности вируса состоят в том специфические вот для скажем герпеса первого типа действительно как бы так договориться с нейроном то есть нейрон пакт о ненападении такой да вот такой вынужденный пакт о ненападении потому что на самом деле вирус способен уничтожить потому что эпителиальные клетки он уничтожает но нейрон ему не нужно уничтожать нейрон для него место дальше обитания и вот он соответственно придерживает его иммунитет значит нейрон как бы тоже особо не сопротивляется и дальше вот это пожизненно сохраняется и чуть ослаб иммунитет видите вирус уже идет из этой клетки опять в эпителиальные кани и вот там уже он вылезает да пузырьки на губах там и все такое прочее вот показана более такая подробная схема вы видите что вирус в левом верхнем углу проникает и вот здесь видите как раз оболочка остается даже снаружи видите как то есть мембрана сливается а внутрь проходит капсид только ну для гриппа например то же самое происходит вот а сборка посмотрите идет на каналах эндоплазматической сети и дальше вот так вот и размножение идет быстро ну и опять же вот для меня как для физиолога чуть ли не самое интересное а на что садится насколько специфичны эти белки и место посадки герпеса вот герпесов первого второго третьего типа это белки клеточной адгезии то есть белки которые собственно позволяют собирать ткани и в частности негтины а негтины это например очень важные белки для формирования синапса то есть когда соответственно нейрон свой аксон там к чему-то да подводит то соответственно там мы видим эти негтиновые белки и в системе кожной чувствительности например в дисках Меркель это присутствует ну в общем синапсы есть в коже негтины и похожие молекулы есть в том числе на нервных клетках и по ним идет проникновение вируса и дальнейшее заражение ну данная схема она не про вирус а вообще про роль негтинов то есть мы о них рассказываем когда рассказываем о любой структуре мозга начиная с момента эмбриогенеза сборки да вот как там формируются какие-то мозжечковые слои ну и собственно кончая таким функционированием и например разрастанием синапса когда речь идет о пластичности ну а это вот собственно уже статья посвященная специфично геркесу как он реагирует как он садится и собственно действительно как бы путь его успеха он связан с тем что он на эти белки клеточной адгезии настроился то есть вы опять видите как идет захват поскольку губы это система тройничного нерва то есть получается что вирус вот герпеса первого типа губной герпес да он прежде всего сидит в ганглиях тройничного нерва и вот здесь вот собственно эти ганглии голубым показаны вот но иногда он способен распространяться и дальше вот статья девятнадцатого года которая показывает что да вот вот иногда он может не только по дендриту идти обратно к коже но и по аксону уходить например стволовые структуры вот к счастью никаких вот прям вот совсем серьезных историй при этом не возникает вроде энцефалита да вот хотя в общем тоже всяко бывает если иммунитет ослаблен да это герпетическая инфекция может привести к очень серьезным осложнениям и воспалениям вот но проблема в том что стоит упасть иммунной системе вообще стресс хронический переохлаждение какая-то дополнительная инфекция все это может сразу активироваться то есть получается что герпесный вирус он все время выделяется из нервных клеток и пока значит все нормально и иммунная система активна она эти вирусные частицы прибивает и как бы ну там антитела налипают ну вот но стоит иммунной системе чем-то заняться или попасть в состояние стресса а там какие-нибудь грукокортикоиды ее тут же начинают давить вот тут пожалуйста и многие люди говорят для меня вот эти пузырьки на губах это явный знак того что я делаю что-то не то что-то не то да надо как-то менять надо идти в отпуск надо отдыхать вот то есть вот такие звоночки они выглядят вроде бы безобидными но если они начинают повторяться слишком регулярно ну например раз в несколько месяцев то есть раз в год раз в два два раза в год ладно но если это раз в месяц раз в два месяца это сигнал это явный сигнал а если это не просто маленький пузыречек а извините вам всю физиономию в металла и там и в носу и на слизистых вот это уже совсем серьезно и здесь уже недостаточно мазать ацикловиром губы а нужно уже принимать этот препарат в виде таблеток или инъекций и серьезно с этим разбираться потому что ну собственно вот видите здесь статья о том что все это является фактором риска ну например болезни Альцгеймера то есть особенно в пожилом возрасте когда идут изменения и куча разных нервовоспалительных событий вот это дополнительное нервовоспаление которое идет от герпеса оно суммируется интерферирует с уже существующим воспалением и является дополнительным таким фактором риска при этом реагируют и астроциты и глиальные микроглиальные клетки вот то есть оба это типа оба эти типа глиальных клеток они оказываются участником этого в кавычках праздника вот то есть я как бы проникся тем что и всех так сказать призываю что простой герпес оральный да это не такая уж банальная проблема вот и на самом деле аналогичная история существует в случае ветрянки потому что когда все это идет то заселяются нейроны в основном связанные с кожной чувствительностью тела и соответственно спинного мозга но все равно это процессы которые формируют нервоспаление и это никому не нужно поэтому да существует постепенно все большее значение приобретают вакцины против герпес вирусов и можно периодически ревакцинироваться если у вас опять же начинают слишком активно это вирусы себя вести а можно вакцинироваться против ветрянки и не болеть и вообще не болеть да вот это вот когда-то же была практика этих ветряночных вечеринок она и до сих пор существует вот медики разобравшись категорически против категорически против это все в общем такая очень плохая идея ну а по связи герпесов и нейродегенерации сейчас все больше и больше статей естественно герпес не прям вот история когда у вас герпес все будет адсгеймер один из факторов риска в частности это серьезно накладывается на генетику то есть вот опять же этот самый алипопротеин да полипопротеин эпсилон который вот это генетический генетический фактор создает дополнительную основу для того чтобы и герпес нёс свои пять копеек и соответственно болезнь альгеймера возникла с большей вероятностью ну и говоря о герпесах конечно нельзя не вспомнить про гертруда Беллайн получившую Нобелевскую премию за разработку ацикловира ну там и кое-какие другие работы но во всяком случае вот это ведь по сути первый пример специфического противовирусного препарата да потому что соответственно герпесы они хотя и ДНК вирусы но они используют не нашу ДНК полимеразу а тащат с собой свою ДНК полимеразу и потому оказалось возможным да и вот эта молекула это молекула это просто везение вообще-то ну везение да в общем конечно так набрели набрели на эту молекулу а набрели ты на нее как исследуя губок которые живут в Мексиканском заливе представляете то есть это вот опять же биологи почему ужасно страдают когда погибает и теряется на нашей планете какой-то вид живых организмов потому что любой незаметный червячок бабочка цветочек он может нести в себе какой-то механизм какую-то молекулу которая может быть спасет все человечество потому что потеря любого живого организма это потеря тысяч уникальнейших систем каких-то да которые мы просто не успели изучить это же ужасно вот ну во всяком случае вот ацикловер стал первым препаратом в этом ряду сейчас существуют ганцикловеры другие препараты которые направлены не только на герпесы первого и второго типов но и там на тот же самый Эпштейн-бар или там цитомигаловирус вот ну во всяком случае эту проблему нужно серьезно воспринимать ну и заканчиваем мы все-таки наш знакомец ненавистным наш новый знакомец ну уже мне кажется что мы с ним давно уже знакомы такое ощущение что будем жить вот он плюс РНК вирус коронавирус и соответственно у него есть мембранная оболочка и из нее торчат вот эти вот лиловые спайковые белки на которые в основном и нацелены те вакцины специально вот таким красивым сделают ну поначалу когда он появился дизайнеры старались как могли он не заслуживает таких красок вот собственно спайковый белок вот здесь вот он отдельно изображен как он функционирует как он присоединяется как он дальше значит воздействует на мембранную оболочку потому что на самом деле многие белки для присоединения клетки мишени они ведь не только присоединяются дальше в них начинает проходить молекулярные трансформации они например раздвигают мембрану и это тоже совершенно фантастические молекулярные машины которые жутко интересно изучать изучать с фундаментальных точек зрения а если вы сумели какую-нибудь молекулярную заглушку вернуть так вы значит уже лекарство получите к сожалению как правило для того чтобы такие вот заглушки молекулярные появились нужно лет 20 все это исследовать сначала лет 5-7 а то и 10 и тискать а потом превращать это в лекарственный препарат поэтому конечно вакцинация сейчас как бы единственный нормальный способ но по мере изучения коронавируса так же как в случае с герпесами так же как в случае ВИЧ гепатита С появятся специфические лекарства которые например блокируют присоединения или например ту же самую РНК-зависимую РНК-полимеразу которая естественно тут есть потому что это РНК-плюс вирус то есть тоже быстро размножающийся ну вот здесь собственно слева показан коронавирус который SARS который значит соответственно сейчас на нас нападает и предыдущая генерация которая Middle East которая с гораздо большей летальностью но мы ее успели как-то пресечь ну у него меньшая заразность да тут же дело в скорости размножения в том насколько опять же он противостоит иммунной системе многие наработки которые были связаны с МЕРС они сейчас использовались для лечения SARS ну во всяком случае вот вы видите что вирус по прежде всего оси 2 садится потом ему для того чтобы как следует проникнуть нужен еще один фермент это соответственно одна из серийных протеаз ТМ трансмембранная ПР протеаза СС-2 серийного протеаза вот вместе два эти белка ангиотензин превращающий фермент второго типа и ТМ ПР СС-2 они обеспечивают проникновение коронавируса не только это важно подчеркнуть не только АСИ-2 а еще и вот на самом деле эта протеаза она вообще вездесущая поэтому это неограничивающий фактор а вот этот самый который ангиотензин превращающий фермент ну да без него никак вот он специфический и он к счастью далеко не на всех клетках но к сожалению на слишком многих но на многих да и собственно заражение когда идет через дыхательные пути ведь это же альвеолярные клетки то есть вирусу нужно долететь до альвеолы пройти через все вот это вот фильтрационное бронхиальное дерево и есть представление что некоторые люди вообще даже не болеют коронавирусом толком да ну через кишечник ладно а вот через дыхательные пути потому что у них такой такая слизь и такая структура бронхиальное он просто не долетает вот грипп например он садится прямо на сиаловую кислоту которая в слизи и пожалуйста он уже у вас и в трахеи и в бронхах а здесь то надо долететь до альвеол и это тоже как бы непростая задача но к сожалению вирус ее решает и вот была нормальная альвеола а вот уже альвеола воспаленная ну кстати эта схема она не совсем на самом деле правильная здесь потому что она вообще про пневмонию и здесь повредились альвеолярные клетки первого типа которые собственно образуют выстилку а оси 2 он в основном сидит на этом самом альвеолоцитах второго типа которые выделяют сурфактанты но в любом случае если повреждение серьезное то возникает воспаление отек и это уже плохо и соответственно альвеола заполняется жидкостью и да вот это вот самое матовое стекло но это еще полбеды потому что дальше совсем беда начинается в тот момент когда барьер между собственно воздухом и кровью нарушается и вирус уже из полости альвеолы из собственно эпителия попадает в кровоток и вот дальше оказывается что он заражает многие клетки на которых тоже есть вот этот самый оси 2 а он есть например на эндотелии и вот это уже серьезно сосудистом это вот уже серьезное течение то есть получается что легкое течение это когда повреждение альвеол но в принципе альвеолы да работают и все такое среднее это когда уже большой процент альвеол выключен а тяжелое это когда вирус уже прошел в кровь и вот тут то начинается все очень специфично и вот в этот момент возникает риск повреждения мозга и каких-то неврологических симптомов ну и собственно насколько вот у вас дальше насколько он тут да нейротропный то есть на самом деле тьфу 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 большинство нервных клеток в явной форме вот этими оси 2 не обладают то есть сейчас вот с самого момента когда пошли эти публикации я тоже настороженно значит слежу как физиолог мозга да насколько все это выражено значимо вот находят периодически эти молекулы в основном в тех зонах мозга которые так или иначе связаны с кровотоком ну потому что ангиотензин превращающий фермент это же значит соответственно система регуляции ленин ангиотензинов да и те зоны мозга которые связаны например с управлением тонуса сосудов они реагируют на этот гормон и значит там нужны эти ферменты а где у нас эти зоны а это гипоталамус и это зона продолговатого мозга моста в основном дно ромбовидной ямки и вот те публикации которые говорят о специфических повреждениях они как правило вот как-то вот сюда вот этот акцент делают но да есть довольно много публикаций которые говорят вот мы взяли культуру клеток нервных навалили на них кучу вируса и клетки заболели но такое ощущение что это в основном какие-то совсем не специфические эффекты вот и поэтому в общем то общее впечатление такое что специфического заражения нейронов почти не происходит только в каких-то очень редких случаях когда действительно серьезнейшим образом поврежден гематоэнцефалический барьер и этим все-таки нервная ткань так позитивно отличается от например почек и сердца там оседла довольно много здесь у нас были неврологи показывали картинки отдельные случаи но они появились уже к концу года прошлого паркинсонизма то есть признаки паркинсонизма у молодых прежде здоровых людей переболевших ковидом и посмертные это были связы у них обнаруживались признаки паркинсонизма ну вот здесь собственно надо каждый раз очень серьезно разбираться потому что тот же паркинсонизм и там же есть такие злобные генетические варианты когда уже к 30-40 годам это может вылезти был такой голливудский фильм любовь и другие лекарства там как раз вот эта вот история очень хорошо так обыгрывается очень так трагично обыгрывается вот и не представьте себе что мозг уже почти готов а тут значит к тому чтобы появилась паркинсоническая симптоматика а тут дополнительное системное воспаление коронавирусное потому что конечно просто прежде это не изучали у конкретных людей они казались здоровыми потому что воспаление это очень сильное идет и собственно такое как бы общее ощущение и мнение что проблемы неврологические они все-таки связаны не с прямым инфицированием нервных клеток а во-первых с цитокиновым штормом потому что идет куча этих самых интерлекинов активирующих в том числе австроцит и микроглию и как бы это очень не полезно для нервной системы и пожалуйста и описываются и галлюцинации и нарушения сна аппетита очень много разной симптоматики но кроме того повреждается сосудистое русло да то есть раз повреждаются эндотелиальные клетки а собственно значит ну тут вот как бы плохое течение коронавирусной инфекции когда переходит все это в тяжелый вариант вот то есть есть сейчас уже много работ о том что эндотелий конечно специфично повреждаются и мозг то в этом смысле самая нежная история то есть повреждение эндотелия где-нибудь в мышце ну подумаешь там мышечные боли печень ну печень вообще регенерирует там как у прометея у всех вот а собственно в мозге то любая вот такая проблема это во-первых сразу будет опять же микроочаг воспаления а не дай бог микротромбы и вот возникает такая порой инсульта подобная даже симптоматика поэтому собственно сейчас речь то идет о том что при тяжелом лечении коронавирусной при тяжелом течении коронавирусной инфекции мы ведь все равно ничего не можем специфического сделать с коронавирусом кроме как вводить антитела донорские это конечно способ вот ну как бы на всех не хватит что называется только при самых тяжелых случаях это используется а так получается надо давить воспаление причем в начале речь шла просто о глюкокортикоидах но сейчас то собственно опять же уже когда все отработано речь идет о более специфическом подавлении воспаления например специально уже блокируется скажем система комплимента да или там система шестого интерлекина вот а это либо моноклональные антитела что дорого но очень все таки специфично ну либо кое-какие препараты которые вот там за 20 лет все таки были разработаны последние и действует на тот же самый систему например комплимента но это специфическое подавление воспаления цитокинного шторма для того чтобы дать время иммунной системе все таки сформировать собственные антитела и с проблемой справиться а параллельно к сожалению могут возникать эти самые неврологические симптомы из-за микрокровоизлияния и тромбообразования и вот это самое воздействие высоких концентраций цитокина прямое инфицирование регистрируется в каких-то очень редких очень отдельных ну то есть это прямое инфицирование это обязательно проникновение через гематоэнцефалический барьер правильно я понимаю вот как раз кроме вот этого есть еще одно у нас слабое место обонятельная система поэтому все так напрягались из-за потери обоняния потому что ведь обонятельные рецепторы это нейроны это первичные чувствующие рецепторы голый мозг у нас носок да голый мозг дендрит один глаз один сетчатку так просто не пролезешь а носовая полость в этом смысле поэтому такие опасения вызывали все вот эти обонятельные истории давайте я сразу на обоняние но судя по всему все таки обонятельные нейроны опять таки не инфицируются либо инфицируются в каких-то очень редких случаях вот и то что мы сейчас понимаем все таки вокруг этого страдают так называемые опорные клетки и от этого выходит из строя обоняния но к сожалению только этим дело может не ограничиться потому что если повреждены опорные клетки то хорошо вы потеряли обоняние но через некоторое время если сохраняется вот это вот состояние повреждения опорных клеток то есть достаточно тяжелое течение инфекции то уже сам обонятельный нейрон может погибнуть и тогда восстановление займет гораздо большее времени дальше судя по всему в каких-то случаях когда слишком тотальная гибель обонятельных нейронов уже может нарушиться и работа нейронов обонятельной внуковицы у разных людей по-разному восстанавливается обоняние у некоторых по полгода и в типе восстанавливается довольно быстро буквально за 2-3 недели но у некоторых останавливается месяцами и что-то похожее случается со вкусовой системой я сейчас получаю кучу писем о том что вот у меня после ковида изменилось восприятие такой пищи кто-то ненавидит запах лука кто-то не может пить коньяк люди вообще страдают что такое вообще случилось с моим организмом у меня при верженце кофе было отвращение но слава богу прошло через 2 недели я выбросила пол пакета кофе просто выбросила потому что запах испортился вот и конечно отдельная совершенно проблема связана с тем а что случится с нервной системой ребенка ну точнее эмбриона плода если мама болели вот и мне вот в мае пришлось сделать доклад на конференции по аутизму то есть меня специально позвали для того чтобы я как нейробиолог что-то про это сказал потому что реально люди серьезно тревожатся ну и что получается то есть существуют вот прям вот такие обзорные статьи видите вот статья двадцать первого года да значит вирусные инфекции и например аутизм да но здесь в принципе вирусные инфекции здесь не о SARS еще рано говорить ну как там уже авторы статьи про ковид тоже пишут а что аутизм так быстро проявляется ну так вот собственно пока что да общее рассуждение но эти общее рассуждение в общем выглядят не очень пугающе то есть какова общая логика есть конечно серьезные истории когда вирус через плацентарный барьер может инфицировать ребенка а в худшем варианте вообще его нервную систему и тогда всякие последствия в том числе аутистическая патология да но это вот прежде всего конечно краснуха и тут отдельная совершенно история но дальше собственно существуют данные которые говорят о том что если мама тяжело болеет чем-то инфекционным во время беременности ну скажем больше всего данных про гриппу по гриппу по цитомигаловирусу вот тогда опять же нарастает вероятность проблем с нервной системой эмбриона из-за цитокиновой атаки то есть цитокин это проходит вот это речь об интенсивности да и вот сейчас то что мы знаем про ковид-19 получается что он не проходит плацентарный барьер он не обнаруживается в околоплодных водах он не проходит в молоко то есть вот этого вертикального самозаражения его нету но если мама тяжело болеет коронавирусом то вот это цитокиновое окружение может помешать это собственно к чему что даже беременным надо вакцинироваться и риски велики вот и как раз сейчас довольно активно стали говорить о том что надо вакцинироваться беременным это все очень-очень значимо вот таким образом собственно что получается ковид конечно опасен он опасен прежде всего в ситуации когда он пробивается уже в кровь и начинает поражать все на свете но нервная система здесь конечно фу-фу-фу не самая не главная мишень потому что вот этого самого гетензин превращающего фермента на нервных клетках мало или вообще толком нету гематоэнцефалический барьер на страже вот и опасность представляет именно вот эта ситуация повреждения эндотелия воспалительного шторма да и так далее вот насколько длинными отставленными будут эти эффекты никто пока сказать не может вот наверное то что я да и я в заключении хочу сказать что я вот сослался на этот курс физиологии иммунитета у нас в МГО существует замечательный проект под названием teach-in где выкладываются курсы лекции преподаватели сейчас там более 400 курсов но в основном там конечно математика физика но потихонечку там прирастает часть химическая биологическая наш факультет биоинформатики многое туда чего-то положил да вот и я просто рекомендую нашим слушателям и зрителям да познакомиться спасибо большое по скрипту Вячеслав Альбертович вопрос к вам как к физиологу вы коснулись в конце чуть-чуть вот ответа возможного на мой вопрос который еще не прозвучал а вопрос такой как по вашему мнению насколько обратимы или необратимы эффекты SARS-CoV-2 в отношении центральной нервной системы и я хочу попросить вас просто обратиться при этом к предыдущим наблюдениям за другими вирусами многолетние накопились наблюдения вот на физиологию мозга вирусы оказывают если влияние насколько это обратимо не обратимо что можно предсказать на основании прежнего опыта исследователей по отношению к влиянию SARS-CoV-2 на центральную нервную систему ну собственно получается ситуация когда специфическое инфицирование нейронов оно в общем-то не происходит поэтому те неврологические симптомы которые возникают это проблемы сосудистые и проблемы нейровоспаления ежели это не зашло слишком далеко то безусловно это обратимо да и ситуация может быть иногда похожа на ситуацию с микроинсультами но тогда соответственно ну три месяца ну там не знаю шесть месяцев ну год все-таки наш мозг обладает потрясающими способностями к восстановлению вот и как всегда вот в такой постинсультной истории важно активно эксплуатировать нервную систему если там рука стала плохо работать так именно эту руку разрабатывать чтобы нейросети восстанавливались и все такое поручение что же касается отставленных последствий то в общем они конечно выглядят не очень оптимистично то есть серьезное течение коронавирусной инфекции вполне может потом аукнуться через десять двадцать тридцать лет вот самыми разными событиями связанными с повышением вероятности нейродегенерации мы естественно пока не имеем по этому поводу никаких толковых данных но то что дает исследование по другим вирусам вот например те же герпесы да те же это вот выглядит достаточно тревожище и это лишний повод собственно вакцинироваться и не допустить этого самого тяжелого течения потому что даже если у вас какие-то побочные эффекты они не сравнимы с последствиями реального заболевания даже если вирус промутирует и будут другие штаммы на фоне уже имеющегося иммунитета скорее всего заболевание произойдет легче вот поэтому собственно тут вот то есть когда знакомишься с миром вирусов то ты понимаешь что конечно коронавирус это не самое страшное напасть несмотря на уже миллионы погибших вот есть вирусы гораздо более злобные опасные специфичные вот поэтому сейчас многие ученые эпидемиологи вирусологи говорят о том что может быть лет там через 50 мы скажем что хорошо что был коронавирус и человечество научилось с этим бороться потому что вот тот который новый соскочил вот он еще хуже потому что на самом деле вот я еще со студенческих времен помню как нам вирусологи говорили вирусы они вот такая бомба замедленного действия тик-так то есть конечно есть метеориты которые могут упасть на землю все разбить могут взорваться какие-то там супер вулканы вот супер вулкан там он раз в 60 миллионов лет метеорит там раз в 70 а эта штука может бабахнуть в любой год в любой год потому что плотность населения очень велика мобильность мобильность соскок с животных то есть люди очень близко живут да с какими-то живыми существами вот и идет уже межвидовая передача и конечно вот этот огромный котел под названием человечество с миллиардами организмов он создает не очень хорошую эпидемиологическую ситуацию поэтому так важно все это осознавать понимать вот эту осознанную необходимость очень хорошо чувствовать спасибо большое как всегда интересно познавательно приходите к нам еще Вячеслав Альбертович спасибо большое спасибо большое что позвали всем доброго здоровья